Возлюбленные, я ожидаю то, что Господь сегодня приготовил для нас. Он всегда имеет что-то для нас, всегда. Нету такого момента, что... Или нету такого, когда мы собираемся, и у Него ничего не осталось для нас. Нет. Немерую Он дает Духа Своего, немерую Он наполняет нас своим присутствием. Мы имели это удивительное время прославления и поклонения. Возлюбленная Церковь, возлюбленные Богом, каждый человек на этом месте. Вы знаете, одно из таких сильных откровений, то, что должно открыться нам, это то, что наша жизнь, она должна состоять из того, чтобы имя Божие прославлялось, чтобы Он был возвеличен. Когда мы славим Бога на всяком месте, то нам нетрудно, приходя в Дом Божий, возвеличивать Его через песнопение, через хвалу, через то, кто Он есть в нашей жизни. Не просто петь ради песни, но потому, что это образ моей жизни, прославить Его. Того, кто достоин всей славы, нашего Царя и Господа Иисуса. На этом месте, возлюбленные, нету ничего, чтобы могло бы помешать нам прославить нашего Творца, нашего Бога, Бога Авраама Исаака Иакова, возвеличить Сына Божьего Иисуса Христа, поклониться Ему сегодня на этом месте. Нету ничего, чтобы могло удерживать нас. Единственная причина, которая может остановить, это я сам. Это я сам могу просто поставить себе определенные барьеры. Но ради того, что Он сделал для нас, возлюбленные, то, что Он совершил, не может ничего в нашей жизни. Нету такого, чтобы мы бы указали на эту причину и сказали, «О Боже, сегодня я не в состоянии превознести Тебя, потому что у меня вот эти, вот эти проблемы. Боже, я не могу сегодня славить Тебя лишь потому, что Ты знаешь, как мне тяжело. У меня трудности в семье, у меня трудности со здоровьем, у меня финансовые трудности, у меня проблемы с тем или с другими вещами. Боже, я только об этом думаю. Я не могу, Господь, когда все это решится, тогда я буду славить Тебя». Возлюбленные, Писание говорит о нескольких вещах, когда люди начинают Его славить. Вы знаете, большинство людей ожидают таких моментов, когда очевидно придет слава Божья, когда они увидят какие-то конкретные действия, когда мы знаем, хромой от чрева матери сидел у красных ворот, и Петр и Иоанн, они подошли к нему и сказали, «Золота и серебра нет, но что имеют, то даю». И мы видим, чудо произошло, и весь народ пришел в движение, и написано, «Они скакали, они славили Бога». Сегодня христиане ожидают чего-то подобного. Возлюбленные – это на своем месте, и это те вещи, которые не от нас зависят. Это просто взрывает нас лишь потому, что мы видим очевидно Божью славу. Но, возлюбленные, если мы заглянем в наше сердце, Божья слава была явлена для нас. Он однажды коснулся наших сердец, когда мы погибали во грехах наших, когда мы не имели возможности вылезти из глубокой ямы греха, когда мы находились во власти тьмы. Кто мог помочь нам? Вы знаете, Он единственный, кто не прошел мимо. Его слово говорит, что Он избавил нас от власти тьмы. Его слово говорит, что Он вытащил нас из глубокой ямы греха. Написано, что Он поставил ноги наши на твердое основание. Кто это сделал? Это Он. Его слово говорит, что не делами мы можем приблизиться к Нему, но верою. Лишь потому, что Он не по делам и не по нашим заслугам спас нас, но благодатью Своею. Дорогие, у нас есть все основания, независимо от того, в каких мы обстоятельствах, Его Святое Имя, возвеличивать Его Святое Имя. Когда мы собираемся, мы должны все оставить за пределами этих стен и соединиться с Ним через хвалу и поклонение. Возлюбленные, это несложно, когда мы просто простираем к Нему руки и говорим Ему, Ты мой Господь, нету другого Бога, кроме Тебя в моей жизни. Я возвеличиваю Тебя, я поклоняюсь Тебе. Нету другого, кто бы мог быть подобен Тебе. Я сдаюсь в Твою власть, в Твоё распоряжение, отдаю себя. Возлюбленные, когда мы провозглашаем эти слова, атмосфера меняется. Когда мы говорим, кто Бог в нашей жизни, всё начинает приходить в движение. Возлюбленные, что тогда это за проблема? Или какие-то вещи могут стоять на моём пути, если я начинаю возвеличивать Бога, и Бог двигается в моей жизни? Дорогие, мы собрались на это место не просто, чтобы посмотреть, как пройдёт это служение, не просто, чтобы потом сделать оценку и сказать, что было хорошо или что-то не так, но мы пришли, чтобы иметь общение со Всевышним Богом, который сегодня по своему обетованию верный в своих словах. И Он через Иисуса Христа, Его жертву, сегодня Он обогащает это место своим присутствием. Аллилуйя! Слава Богу! Давайте будем открыты. Вы знаете, всякий раз, когда мы говорим о активности, это сфера, которая связана с нами, вот есть вещи, которые связаны с нами, и как хочется, чтобы на этом месте мы могли проявить именно вот это понимание, что активность это не то, что придёт само по себе. Вы знаете, есть положение, когда волна захватывает, и там уже тебя просто эта волна несёт, но эти вещи, когда это происходит, вот, мы, ну, кто-то позаботился об этой волне, кто-то проявил определённые, можно сказать, усилия, чтобы эта волна была, но другая сторона, я верю, что все на этом месте, это тот остаток, который хочет Бог использовать для множества тысячи и тысячи людей на этой земле, это ты и я, призванные Богом, призванные им быть активными, быть задействованы им, независимо от того, через что мы сегодня можем проходить. Я сегодня хочу делиться такой темой, и я просто её назвал, это работа Духа Святого в нашей жизни, или же, где Иисус сказал, что вы примите силу. Мне хочется сегодня поговорить о этой личности, которая так близко нам. Это не просто где-то что-то происходит, это событие, которое произошло однажды с каждым из нас. Однажды мы пережили это. В последнее время всё чаще и чаще я об этом размышляю и думаю, и этот вопрос, он неоднократно снова и снова как бы вот всплывает на поверхность. Это вопрос о том, что вроде бы всё имеем, есть Дух Святой, мы верим в Его силу, мы знаем то, что в эти дни Господь, Он особенно посещает Церковь. И после этого этот вопрос, но почему? То, что должно быть, то, что должно сопровождать, то, что должны мы иметь как люди, исполненные Святым Духом, имеющие силу Его, сегодня так мало плода и мало тех результатов, которые мы должны видеть. Конечно, мы по-разному может быть смотрим. Вы знаете, один человек из баптистской динаминации, он как-то сказал мне о том, что всё уже закончено, всё завершено, всё сделано, всё, что нужно, это просто ждать пришествия Иисуса Христа. Все знамения, все чудеса, вся сила, всё величие, это нужно было для того, чтобы христианство открылось для этого мира. Это уже совершилось. В дни апостолов это уже произошло. Всё, что надо, мы имеем Библию, и нужно просто заниматься этим, следить за собой, держать себя в правильном состоянии и ждать Господа. Есть люди, которые они уже в этом плане определились и они относятся именно вот так вот ко всему этому. Но я знаю, что Дух Святой, о котором сказал Иисус, что это сила, что Он действовал своей силой не только в момент первых каких-то десятилетий, когда церковь образовалась на этой земле, но я верю, что от того дня, с того самого дня, когда Дух Святой сошел на апостолов и на учеников Иисуса в день Пятидесятницы, именно с того дня церковь Его, она приобрела эти полномочия, приобрела эту благодать, эту силу, и до сегодняшних дней Бог не убрал или же не ограничил своей силы в отношении церкви. Он дал нам Духа Святого. Есть некоторые моменты в нашей жизни, когда мы, может быть, не знаем, но вот Бог являет свою благодать, Он просто являет, и движение Божие начинается, и ты в вещах, знаешь думать об этих вещах, Божий, вот ты просто или так захотел, или, может быть, кто-то промолил это время, но, тем не менее, моя позиция, я ожидаю большего, я не удовлетворен то, что сегодня происходит, я никого не хочу осудить, может быть, кто-то доволен, и он успокоился, но я знаю, что Бог на эти дни обещал излить свои потоки на жаждущее, на иссохшую землю, пролить свой дождь, наполнить собою, я просто знаю, что то, что мы имеем, это недостаточно для того, чтобы жить победоносной жизнью, чтобы действительно видеть Божью славу, влиять на этот мир, мы видим сегодня многие вещи обратные в этой жизни, мы видим, как сегодня происходит разложение, мы видим, как сегодня наряду с тем, что страны себя называют христианскими, но тем не менее там легализуются аборты, сегодня, как никогда легализация идет однополых браков, сегодня, как никогда грех сегодня становится не грехом, а просто это образ жизни людей, это их выбор, это их желание, дорогие мои, я знаю, что всегда там, где движение Божье, разложение, оно останавливалось, мы знаем, любое пробуждение, в каком месте оно не начиналось, приходил Божий порядок на то место, даже первая церковь, когда начала распространять Божье царство в своей силе, вы знаете, Божье царство распространяет церковь в силе это царство, и какое бы ни было гонение, какие бы ни были притеснения, влияние первоапостольской церкви было настолько сильным, что Римская империя, она пошатулась от этого, практически все города в первые несколько десятилетий они узнали, что Иисус есть Господь, практически Римская империя была евангелизирована без радио, без телевидения, без разных там еще каких-то приспособлений, технических разных средств, просто они шли, они несли благую весть, приходя в города, имели общение с людьми, и сила Божья двигалась, и люди, они веровали, что Иисус есть Господь, и происходили радикальные изменения, вы знаете, разложение в то время было не меньше, город Коринф, еще в то время, когда Павел писал послание, там уже были легализация однополой любви, в то время это было нормой, город Помпей, который мы знаем, он был уничтожен извержением вулкана Везувий, и сегодня при раскопках находят там подтверждение, и сегодня это используют эти люди, которые за узаканивание этого греха говорят, вот так вот люди жили, посмотрите, они находят там разные эти, разные скульптуры, которые об этом свидетельствуют, но вы знаете, в то время, когда в Коринфе, в Ефесе начиналась церковь, движение Божье приходило, и климат изменялся, все менялось, я не думаю, что апостол Павел организовал демонстрации, выходить на улицы и делать протесты, но вы знаете, соль, которая имеет силу, она останавливает разложение, сегодня создают определенные как бы места, где людей нужно консультировать, убеждать их, это не нужно так делать, а вот так надо делать, дорогие, в то время движение Духа Святого имело такое влияние, что люди понимали, что они должны делать и что не должны делать, я бы хотел, чтобы мы сегодня правильно могли понять и отнеслись к тому, что Дух Святой делал от начала и вернулись к этим истокам, возможно, сегодня нужно взыскать Господа всем сердцем в том направлении, каким Он хочет себе открыть, а как говорит Его Слово Божье в этом вот направлении, я прочитаю это место, где написано Деяния Апостолов, 1 глава, с 5 стиха, где мы читаем это слово, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым, поэтому они садясь спрашивали Его, говоря, не в это ли время Господи восстанавливаешь Ты Царство Израилю, Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во все Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. очень известное местописание для нас. В последнее время я очень часто обращаюсь к этим местам Писания, где непосредственно связано с пришествием или, так сказать, с излиянием Святого Духа. И здесь Иисус сказал о том, что Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Святым Духом. Крещение Святым Духом. Погружение в Дух Святой. Он сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Он не делал ударения на какие-то политические вещи, когда ученики стали спрашивать Его, не в это ли время ты восстанавливаешь Царство Израиля. Он говорит, что это не ваше дело знать эти времена. Вообще не ваше. Сегодня, вы знаете, может быть, наш фокус, он поменялся на те вещи, которые не наше дело, но мы стали влазить туда. Есть события в нашей жизни, которые они все равно произойдут, потому что Богом определены они. Эти периоды, которые должны совершиться на этой земле, но есть вещи, которые от нас зависят, и Иисус указал именно им на это. Он говорит, что не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного. Есть состояние нашего сердца, где мы должны ожидать то, что нам принадлежит, то, что мы обязаны совершать и делать. Если сегодня мы имеем неудовлетворенность, это не просто откинуть и сказать, Бог знает время, Он это совершит, Бог знает сроки по поводу того, когда Он начал и когда Он закончит на этой земле, но есть вещи, связанные со Мною, и это то, что сказал Иисус, что наша обязанность это ожидать, то, что связано с Духом Святым, когда Он придет, наша жизнь не останется прежней, мы не будем такие, какие были вчера, когда приходит Дух Святой, что-то происходит в нашей жизни, это не просто так, Дух Святой пришел в мою жизнь, а я остаюсь прежним, ну, только, может быть, изменилось то, что во время молитвы я стал чаще молиться на иных языках, для некоторых крещение Святым Духом только и заключается именно в этом, в это, чтобы помолиться на иных языках, вы знаете, я один из тех людей, который сторонник говорения на иных языках, я тот, который в любой форме поддерживает это в любом месте, я сам молюсь постоянно на иных языках, но я знаю, что Дух Святой, который пришел, это не только для того, чтобы мы заговорили, есть вещи, которые с Его приходом происходят в нашей жизни, Иисус сказал, вы примите силу, и после этого вы будете моими свидетелями, не свидетелями какой-то динаминации, не свидетелями какой-то страны, какого-то положения, участия каких-то, каких-то дел или каких-то служений, но Его свидетелями на этой земле, Его свидетели, Иисуса Христа свидетели, Иисуса Господа нашего, мы свидетели. Недавно одного известного проповедника спросили о том, что это было ток-шоу на телевидении здесь в Америке, и когда задали ему вопрос, как вы относитесь к людям, которые не веруют в Иисуса Христа, но они имеют свои убеждения, и их образ жизни очень правильный, они дисциплинируют, они правильно себя ведут на этой земле, они хорошие граждане нашей страны, как вы считаете этих людей, они имеют спасение? И он говорит, конечно, я не могу судить о их спасении, но я хочу вам сказать, что много путей к Богу, и не только тот путь, который назван Иисусом Христом, мы Его избрали, но есть еще тысячи путей, которые ведут в Божье Царство, возлюбленные. Иисус сказал, когда сойдет Дух Святой, что мы будем Его свидетелями, свидетелями Иисуса Христа, не просто так размыто, но если человек, он правильно живет, значит, все нормально у него, Бог как-то сам позаботится, есть один путь в небеса, имя этому пути Иисус Христос, Он говорит, я есть им путь. Дух Святой не пришел, чтобы просто нам продемонстрировать и сказать, кроме Иисуса есть еще множество путей, и вы должны понимать, что если человек, он правильно живет, это достаточно для того, чтобы он имел спасение, дорогие, Евангелие говорит обратное, что нету спасения, другим путем, никто не может спаститься, только лишь через веру в Иисуса Христа. И одно из самых величайших назначений Святого Духа, это открыть Иисуса в нашей жизни, это предоставить Его, как Спасителя, как Господа, явить Его, как того, кто умер, единственный, кто умер за грехи всего человечества, это Иисус Христос, что нету спасения, нигде, кроме спасения во Христе Иисусе, Дух Святой, это та личность, которая пришла, чтобы открыть Иисуса, Его открыть. Вы знаете, сегодня насчитывается множество разных поклонений разным богам. Сегодня, вы знаете, Дух Антихриста, Он пытается объединить это все и назвать это просто таким словом, что все пути ведут к одному, это к Богу. Вы знаете, движение Нью Эйдж, это люди, которые, они говорят, что, они также говорят о любви, они также говорят о том, что нужно всех людей любить, если мы будем любить, не будет воин, все тогда придет нормально, будет на этой земле, но, кроме того, они открыто выступают против христианства и говорят, причина вражды на этой земле это христиане, потому что они учат, что только спасение через Иисуса Христа, что только через Него мы можем спастись, а как другие люди, которые убеждены по-другому, и это они называют враждаю, возлюбленные, мы на этой земле не должны ориентироваться по тому, как мир сегодня планирует жить на этой земле, наше жительство на небесах, мы люди временные на этой земле, посланы, или Бог позволил нам родиться на эту землю с одной целью, чтобы мы могли открыть глаза людям, живущим в отме, на то, что есть грех и есть спасение через Иисуса Христа от всякого греха. И это мы не можем сделать сами по себе. Для этого Иисус сказал, вы примите силу, чтобы мы были этими свидетелями на этой земле. Не для того, чтобы прийти в церковь, побыть и уйти, и жизнь идет, как она и шла, потом снова пришел. Нет. Свидетелями это значит распространить Царствие Божье, распространить влияние Иисуса через ту силу Святого Духа, которая во мне, в этот окружающий мир. Распространить. Вы примите силу и вы будете свидетелями. Слава Богу за эту возможность, которую Он дал нам, иметь эту привилегию. Возлюбленные, некоторые христиане, они так считают, что я отвечать ни за что не буду, я просто вот получил спасение. Я не хочу брать никакую ответственность и все на этом. Но вы знаете, ответственность не приходит от того, согласился я или нет. Она приходит от того, как только я встал на путь этот христианский. Когда я верю в то, что я принимаю от Бога, я уже ответственный за то, чтобы это принятие распространилось через мою жизнь, имело влияние на окружающую среду. Вот почему Иисус знал, что мы своими силами не способны будем. Он собрал своих учеников после своего воскресения. Это были люди, которые, они прятались в страхе от иудеев. Он им являлся. И мы не видим, чтобы он там уже проводил с ними сильные учения или наставления. Он просто периодически являлся им в разных местах. Он являлся возле Галилейского моря, он являлся по пути, когда шли ученики из Иерусалима в Эмаус. Он являлся другим. И написано, что множество, более 500, Павел говорит, братьям, он так являлся. Но вот в последний момент, когда он покидал эту землю, он дал им наставление, и он говорит им, он сказал о двух самых серьезных таких направлениях, что должно с ними произойти. Он сказал о том, что они примут, ожидали обещанного и примут силу и другое. Он говорит, что идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Он не сказал, сидите в своих поместных церквах, где-то находитесь и ждите, пока я вернусь. Он сказал, идите. И для того, чтобы мы шли, Он наделил нас силою. И мы сегодня ответственны, если мы этого не делаем. Не будет извинения перед Ним, что, о Боже, а я не знал, что такая сила во мне. Я не знал, что я могу быть Твоим свидетелем. Я не знал, что я должен осолять окружающую среду. Я просто думал, это для того, чтобы мне иметь только спасение. Возлюбленный, Он сказал, перед тем, как покинуть землю, что вы будете моими свидетелями. Я Его сегодня свидетель. В доме Я Его свидетель. Среди соседей, на работе Я Его свидетель. В окружающей среде, где бы я ни был, Я свидетель Иисуса, потому что Я принял Духа Святого и сила Его на мне. Я думаю, что вот эти отношения со Святым Духом, их необходимо сегодня развивать. Его работа в нашей жизни, она должна быть актуальной. И, конечно, сразу поднимаются несколько таких моментов, когда говорят, что как я могу кому-то свидетельствовать, когда у меня такой беспорядок в моей жизни? Как я могу кому-то говорить о каких-то вещах, когда я еще не навел порядок в своей жизни? Дорогие мои, для этого и Дух Святой дам. Мы сами не можем навести порядок в своей жизни. Мы не можем навести порядок. И мы должны понимать, есть вещи, почему Дух Святой пришел, потому что Он знает, что мы не в состоянии изменить себя, переделать себя. Он пришел, чтобы дать нам откровение о жертве Иисуса, о том, что плоть распита со страстями и похотями, что не нужно бороться с нею своими силами, ее просто нужно ей позволить нужно оказаться в смерти Иисуса, где Павел говорит, что все, крестившись во Христа, в смерть его крестились, погрузились в эту смерть, умерли для этого мира. Вы знаете, сегодня очевидно, что христианство, оно пытается идти путем меньшего сопротивления, меньших трудностей, а значит, это больше компромиссов, больше согласий. С одним братом недавно разговаривал служитель, он был на одной из конференций, и он говорит о том, что на этой конференции решались вопросы, как церкви выжить среди всего. И говорит, это мировые лидеры христианские собрались разных динаминаций, и они делились об этом. И некоторые говорят, было одно выступление одного человека, и он говорит о том, что как бы он доктор в научных разных вещах, и он говорит, что конечно, гомосексуализм это грех, но есть исключение, и начал объяснять исключение, почему люди рождаются такими возлюбленные. Это не где-нибудь, это христианские лидеры собираются, где начинают обсуждать вопрос, что есть исключение, оказывается, есть категория людей, которых не нужно рассматривать, что это грех, а это как норма, потому что они исключение исправил, дорогие мои. Никогда Слово Божие нигде не оговорилось, но если Слово Божие говорит, что мужеложество это грех, то оно осталось до сегодняшнего дня, и я не верю, что люди рождаются уже с наклонностями гомосексуализма, это последствия греха, и раз есть грех, значит, есть победа над грехом, и эта победа была совершена Иисусом Христом, а если была совершена победа над грехом, какой бы он ни был, грех гомосексуализма, блуда, пьянство, или бы, что бы мы не перечислили в делах плоти и в этих проявлениях грехов, Иисус имел дело, и Он одержал полную победу, а это значит, любой человек, каким бы ни был связан грехом, он может иметь свободу, и быть другим человеком, и жить для Бога, и не нужно проводить эти конференции, чтобы разграничить состояние греха, и потом признать, вот это можно признать за грех, а это нет, вы знаете, грех есть грех, и Он разрушает человечество, но есть спасение от греха, это спасение во Христе Иисусе, Господе нашим, Аллилуйя, Дух Святой сегодня нужен, сегодня Дух Святой нужен, чтобы пришла ясность по всему этому, по всем этим вещам, вы знаете, Он также делился и говорил о том, что в этом мире, когда все объединяется, церковь тоже должна объединиться, мы должны поближе быть к правительству, мы должны как-то стать рядом с ними, чтобы как-то помогать им в управлении всего вот этого, что происходит, сегодня правительство заинтересовано в том, чтобы христианские лидеры, также лидеры ислама, лидеры других вероисповеданий, они могли встать рядом с ними, и мы можем наш мир преобразить в возлюбленные, какое обольщение, какое обольщение, что мы можем, вы знаете, всякий раз, когда человек говорит, я могу, это Дух Антихриста, мы не призваны, чтобы этот мир преобразить политическую его систему или что-то, мы призваны, чтобы в этом мире, как говорит Слово Божие, чтобы мы были свидетелями Иисуса, и те люди, которые во мраке, могли их вытащить оттуда для Божьего Царства, эта церковь призвана быть в движении Духа Святого, мы призваны сегодня, чтобы сила Божья, она могла открываться через нас, не просто, чтобы мы могли посмотреть очередные вещи в новостях и сказать, куда этот мир катится, что делать, возлюбленные, у нас есть ответ, что делать, мы приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса Христа, мы приняли эту силу, эта сила, которая может преобразить нас, изменить нас, эта сила дает нам победу над грехом, преодолевать искушения, победу дает нам, когда мы в трудностях, когда мы в разочаровании, Слово Божие говорит, что Дух Святой, Он имеет силу обновлять нас, Он имеет силу утешать нас, эта сила дает нам возможность укрепляться в Боге, познавать Его, это Дух Святой в нашей жизни, возлюбленные, как важно сегодня увидеть эту ценность, что Иисус Иисус сказал о том, что вы будете крещены Святым Духом, мы крещены Святым Духом, какая это ценность, какое это богатство, что мы имеем Духа Святого, и мы приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса Христа в Иудее, в Иерусалиме, Иудее, Самаре, и на всяком месте, до края земли, Его мы свидетели. Я хочу еще некоторые пункты подметить, и мы будем молиться. Я знаю, что сила Божия дана для исполнения Божьей воли. Мы читаем такое место, где написано Лука 24, глава 47 и ниже, стих, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели этому. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. Здесь говорится о том, что воля Божия в том, чтобы Евангелие проповедовалось в покаянии и прощении грехов во всех народах, везде, везде. Это одно из Божьих определений. И он говорит, для этого вы не отлучайтесь из Иерусалима, пока не получите это обетование свыше Духа Святого. Я еще хочу подметить, что своими силами мы не способны что-то сделать. Вы знаете, сегодня много проектов у людей. Сегодня есть разные проекты, люди их строят, и они как-то пытаются. Но если это не проект Божий, он рано или поздно разрушится. Но проект Божий, он имеет твердое основание, и он никогда не разрушится. и как бы в направлении Божьих проектов всегда будет стоять спасение души человеческой. Всегда. Это будет центром. Любые мероприятия. Сегодня вы знаете, разные мероприятия, они перешли на то, что они стали организациями, просто организациями, которые нужно поддерживать, нужно много финансов, нужно вот это содержать, нужно вот это, потому что мы имеем эту организацию, нам нужны финансы на эту организацию, и потом перечисляется то, что они делают, но на самом деле воля Божья сфокусирована на то, чтобы проповедовать Евангелие для спасения всем народам. Это цель, и любая организация, которая имеет эту цель, то в этом есть воля Божья, и чтобы это исполнить, Бог позаботится, и Он дает силу, и это сила Духа Святого. Церковь наделена этой силой, мы наделены, любые проекты наши, которые по воле Его, они будут осуществляться не нашей силой, это Его сила. Он говорит, для этого я пошлю обетование Отца моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше, силою свыше. Возлюбленные, что-то должно произойти в наши дни, с церковью, с нами, что-то должно произойти, потому что если речь идет о силе, это не просто о наших возможностях, это значит то, что нам невозможно, но возможно Богу, о силе, невозможно просто так кому-то проповедовать, просто, чтобы вот, потому что надо, нет, нужна сила, и это сила Святого Духа, чтобы Слово Божие распространялось, значит, сила для исполнения Божьей воли, и эта сила пришла, сила Духа Святого для победы, мы читаем Кремлинам, так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, 8 глава, 26 стих, ибо мы не знаем о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, идет работа внутри нас, Дух Святой работает с нами, когда мы в немощах, когда мы в этих трудностях, вообще я хотел бы еще вот эту вот сторону подметить, что одна из так же сторон Духа Святого в нашей жизни, Он открывает нам наши слабости, когда мы думаем о себе, что мы сильны, Он вынужден нас подвести к такому месту, чтобы мы увидели, что мы слабые, до тех пор, когда мы думаем, что мы сильны, мы не позволяем Божьей силе открыться в нас, но когда мы приходим к пониманию, что я немощен, тогда Он начинает подкреплять меня, тогда Он наполняет меня собою. Апостол Павел, он пишет Коринфянам о том, что трижды молился, была серьезная проблема, он говорит, что ангел сатаны был поставлен, чтобы удручать его, и он имел это удручение. Вы знаете, я не хочу сейчас касаться в том плане, в чем это стояло, жало плоти, но я хочу самого факта коснуться то, что Бог сказал ему о том, что сила его пребывает в немощи, и он говорит, Павел, это дано мне, чтобы я не превозносил себя чрезмерностью откровений, которые он имел. Вы знаете, Бог был заинтересован в том, чтобы держать Павла в таком состоянии, что он тот, который имел чрезмерные откровения, чтобы он не возгордился и не понадеялся, что это он, но чтобы он всегда имел нужду в Боге. Немощь, это заставляет меня нуждаться в Боге, это нужда в нем, и Дух Святой, это как раз его среда, когда у нас есть нужда в Боге. Если у нас нету нужды, я ни в чем не имею нужды, я богат, я ни в чем не имею нужды, вы знаете, это проблема, это теплое состояние, и Бог говорит, что я извергну из уст моих такого человека, извергну такую церковь, которая пассивна, ни в чем не имеет нужды, но когда мы понимаем свою зависимость от Бога, мы понимаем немощь свою, я бессилен, я в этом не могу ничего сделать, я сам не могу, и Господь говорит, когда ты не можешь, я могу, я, и когда я это сделаю, использую тебя, слава будет приписана не тебе, потому что ты понимаешь, что ты не можешь, но когда я через тебя это сделаю, мое имя будет прославлено, потому что ты будешь знать, что это я сделал, используя твои руки, твои ноги, твои уста, твои глаза, твои слова. Это я. Сегодня Дух Святой подводит нас к этому моменту. Вы знаете, не всегда плохо, когда нас потрясает. Не всегда это плохо. Часто христиане говорят, Господь, пусть остановятся эти потрясения. Я не знаю, как я выдержу. Вы знаете, очень многие христиане привыкли просто к комфортному образу жизни. И когда что-то нарушается, возлюбленные, наоборот, это сигнал к тому, где Господь хочет пошатнуть устои, которые не его в нашей жизни, чтобы они разрушились. И чтобы основание было он в нашей жизни. Дорогие, в конечном итоге мы начнем понимать, что любое потрясение, оно оказалось благословением для нашей жизни, потому что я начинаю понимать, что я немощен, но Бог, который во мне, он силен. Его сила тогда во мне. Он подкрепляет, когда я в немощи, когда я осознаю, когда я понимаю, что я не могу ничего сделать, Он в этот момент начинает меня укреплять. И я тогда начинаю славить Бога, что это не я, а это Он. Не я, а Его благодать, которая потрудилась со мною. Не мы сегодня спасли тысячи людей, а это Он, просто используя нас как инструмент. Вы знаете, Павел тогда подчеркнул, я более буду хвалиться немощами, чтобы сила приписанная была не человеку, но Богу. Он говорит, я более буду. Вы знаете, сегодня мы стараемся похвалиться чем-то. Слава сегодня подметил, что кто-то хвалится конями, кто-то колесницами, кто-то какими-то церквами, кто-то какими-то достижениями, талантами, группами, музыкантами, красивыми домами, машинами, богатством, какими-то, вы знаете, поездками, путешествиями. Люди сегодня хотят этим самым подчеркнуть, что у меня немножко уровень жизни лучше, чем у тебя. У меня вот это, у меня вот это вот. Но Давид в то время это видел, и он говорит, что люди хвалились и колесницами, и конями. Но Давид сказал, а мы будем Господом нашим хвалиться, Господом, Господь, Тот, Который за нас, будем хвалиться им. Если Он за нас, кто будет против? Кто будет осуждать избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто будет обвинять их? Иисус Христос умер, и Он и воскрес. Он сегодня и ходатай, Он стоит в проломе. Тот, Которого открывает сегодня Святой Дух, Который пришел по верному Божьему обетованию, обещанный наш Святой Дух в нашей жизни. Мы получили все, чтобы состояться как Его служители, Божьи служители. Мы имеем все, чтобы исполнить Его волю. Мы имеем все, чтобы пробуждение в последние дни захватило эту землю. Бог дал нам Духа Святого, и Он сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете моими свидетелями. Давайте мы встанем сейчас. Халлелуя! Дорогие, ничего нету прекраснее, как осознавать, что Дух Святой в моей жизни. Ничего нету прекраснее, как осознавать, что Он работает сегодня с моим сердцем, Он формирует меня. Сколько есть людей, которые бы, если бы моментом получили бы что-то от Бога. я знаю человека, который однажды сказал, Он сказал так, что Бог много милости являл мне. Он много раз исцелял меня от неизлечимых болезней. И когда я снова становился здоровый, я снова уходил в мир, меня привлекал этот мир. и когда снова проблемы приходили, я приходил к Богу и надеялся на Него, чтобы Он снова помог мне. Я говорил ему, Бог, если ты снова вмешаешься в мои обстоятельства и поможешь мне, я буду служить тебе. И когда снова приходила Божья благодать, и Бог восстанавливал, Он говорит, я быстро забывал и снова мир увлекал меня. Это человек, который находился в болезни и посетили его братья, и он делился им, и он говорит им, вы знаете, я сегодня не хочу торопиться с тем, чтобы Бог меня восстановил. Я знаю, что у него достаточно сил это сделать, но это лучшие моменты в моей жизни, когда я начал учиться, общаться с Ним. Я хочу, чтобы это продлилось в моей жизни. Я не знаю, исцелит меня и восстановит Бог. Это уже не так важно. Важно. Я начал наслаждаться, что Он реален в моей жизни, что Он действительно благой Бог и Он милующий. Дорогие, не всегда относитесь к обстоятельствам, как к отакам дьявола. Иногда Бог через обстоятельства, разрушая устои человеческие в нашей жизни, Он строит свое строение в нашей жизни. Происходит созидание, если мы правильно реагируем. Для Бога важно это то, что у нас внутри, а не то, что мы имеем во внешнем. И если мы внутренне укрепляемся в Господе, если мы внутренне прогрессируем в Нем и укрепляемся Духом Святым во внутреннем человеке, поверьте мне, все остальное, то, что Бог определил, оно совершится. Дух Святой дан для того, чтобы произошло созидание внутри нас, формирование. Он дан, чтобы исполнилась воля Божья. Он послан, чтобы открылось имя Иисуса Христа в нашей жизни, и мы могли познать Его. Дух Святой в нашей жизни для того, чтобы мы никогда не думали о себе более, чем должно, но думали по мере веры, и мы могли отдавать всю славу Господу. Дух Святой в нашей жизни, чтобы прославился Иисус через нас. Мы сегодня на этом месте, имея Духа Святого, я бы хотел, чтобы мы могли с почтением относиться к этой личности, чтобы мы могли осознавать, что важность сегодня нашей христианской жизни заключается в водительстве Святого Духа. Он есть путеводитель, Он нас направляет, Он наставляет. Помазание, Иоанн говорит, которое в вас пребывает, оно учит вас. И тому, чему учит вас, это истина и не ложная. Помазание, которое учит, это истина и не ложная. И тому, чему научило оно вас, в том пребывайте, я ответственный, пребывайте в том, о чем учит помазание. И если кто-то скажет, у меня нету силы пребывать в этом Это неправда Иисус сказал, вы примите силу Когда сойдет Дух Святой Эта сила даст вам Все необходимо, чтобы вы пребывали В том, в чем учит вас помазание Есть сила у нас жить по воле Божией Исполнять ее Есть сила Все дано в Духе Святом Чтобы Бог был прославлен в нашей жизни Поэтому у нас нету никаких извинений Чтобы сказать, о Бог, у меня не получилось Он говорит, что эта способность не твоя Моя способность, чтобы ты был служитель Нового Завета Аллируя В этой молитве я бы хотел, чтобы мы могли, обращаясь к Господу Такие, как есть Могли это попросить Святого Духа Может быть, даже, вы знаете, попросить прощения Что Он игнорировался Что мы Уповали на свои возможности, на свои силы Давайте позволим сегодня, чтобы Дух Святой Он говорил нашему сердцу Может быть, есть моменты, где нам нужно вернуться на те позиции Где нужно покаяться и сказать Боже, прости меня Я игнорировал Твой голос Я не был послушан Вы знаете, многие вещи в нашей жизни, они пошли не по тому руслу Лишь по той причине, что мы стали избирать свои пути Нам казалось, что так лучше, если я вот так пойду Но пришло время, чтобы сегодня мы могли советоваться со Святым Духом Чтобы мы слушали Его голос Чтобы Он направлял нас И где нужно умереть для мира, для плоти, для греха Чтобы мы это без сожаления отдали себя на эту смерть И жили для Господа Для Его праведности Жили Святой жизнью Для Божьего Царства Халлилуйя Халлилуйя Для Божьего Царства Халлилуйя Дов plástico Я убирая Между многие Возвращая М istedi Аллилуйя Ш Bangladesh Юж Шvocal Сети 않 Пок No Р Слuta Все Чтобы Анлилуйя Су Субтитры делал DimaTorzok 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 Открой нам это Пусть придет откровение Жертвы Иисуса Его смерти Его воскресения Его пролитой крови Пусть придет познание того Что сделал Иисус На Голгофе Мы благодарим Тебя Иисус, мы благодарим Тебя Халилуя 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 Возлюбленные в Его присутствии Мы будем поклоняться нашему Господу Давайте мы постоянно В нашем сердце Сделаем это направление На этот поиск На эту жажду Нашего Господа Иисуса Христа Халилуя Халилуя Субтитры делал DimaTorzok Халилу 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 Халил 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok точно, как я вижу вас. Но одно из вот этих вот явлений, оно так глубоко в моем сердце, что я время от времени возвращаюсь к этому. Сегодня неоднократно я об этом вспоминал, и я спрашивал, Господи, это, может быть, к каким-то временам ты относишь, или это то, что, может быть, сегодня должно быть? Я просто вам напомню, я уже делился, это было несколько лет назад. Все помните, может быть, не все, но те, которые тогда были в этой церкви, 2004 год, в марте месяце, Бог необыкновенным образом посетил эту церковь. Необыкновенным образом. Это было не просто переживание, о каких-то вот эмоциональных таких всплесках, хотя там все было. Вы знаете, есть крайности, когда люди, они только эмоции стараются выдвинуть, и крайности, когда они их подавляют, но когда Дух Святой, и там есть эмоциональное высвобождение, это нормальные вещи. В то время, я помню, когда было это движение, столько Господь, Он, вот через свое прикосновение давал откровения, подростки выходили, свидетельствовали, говорили то, что им Бог показывает, видели видение. Вот это пророчество Иоилия, оно так было вот реально, вот ощутимо в этот момент. Вот кто помнит те дни, вот когда это все было. Я увидел такую картину, когда я видел с огромной высоты, я видел людей, которые, дома, людей, деревья, которые были все в сером цвете. Это вот цвет примерно вот этих вот, вот как цвет, который вот у нас на стене, вот немножко темнее. Было трудно различить, кто есть кто, потому что все были одинакового цвета, и вы знаете, и небо было таким цветом. И вот где-то на небе, в маленькое место, это как иголочка, вот приоткрылось, и оттуда этот луч, он прошел, тонкий-тонкий луч, и коснулся земли. И то место, куда он только коснулся, вдруг это место стало приобретать свой настоящий цвет. И этот луч стал сразу, он увеличиваться, и он становился все больше и больше, он захватывал большую территорию. Я увидел, люди стали преображаться и быть нормальными. Деревья, трава, все вокруг, оно стало приходить в норму, как должно быть. После я увидел, что масса людей, которые находились, и их было очень много людей, и вокруг этих людей была такая атмосфера, это как будто сгустки облака, плотного-плотного, как будто вот когда, кто видел, когда палят резину, и такие черные клубы дыма, или когда горит нефть, и вот такая чернота вот, только это, оно так плотно было. И вы знаете, между этими людьми и этой плотной вот этой вот окружением этих вот, этого облака, была стена огня. На мой взгляд, потому что я все наблюдал, это с высоты, это может быть было 50 сантиметров, толщина этой огненной стены. И люди понимали, что их окружает эта вот плотность вот этого черного облака. И когда я стал всматриваться, что это за облако, которое было постоянно в таком движении, то я увидел это плотность демонических сил. Это была вот эта тема, настолько разъяренная демонов, которые просто, они были нацелены, чтобы разорвать эту толпу. и что-то только их удерживало. Я увидел, как люди, которые приближались к этой плотной стене огня, они отходили назад. Осознание было у всех, что надо пройти через этот огонь, но какой-то страх удерживал и не позволял. Но также я увидел, как некоторые люди, они отрывались от толпы и они не останавливали свой темп своего движения. Они входили в этот огонь. И когда они входили, я их видел, что они, проходя через него, они становились абсолютно другими людьми. Они были покрыты в воинственные доспехи. И когда они прошли через огонь, они уже не останавливались, они просто шли во тьму. И эта тема, она просто начинала таять от их присутствия. Не просто куда-то сдвигалась, а исчезать. Любой человек, который прошел через этот огонь, он шел туда. Наглядно было вот это действие. Сегодня утром я молился о том, чтобы Бог дал мне откровение значения Святого Духа в моей жизни. И неоднократно всплывало вот это видение. И я спрашивал Господа, что это? И Господь сказал мне, вот я даже не хочу эту фразу употреблять, что Господь сказал, но такое оно пришло вовнутрь. что огонь, о котором также сказал Иоанн, что Иисус будет крестить Духом Святым и огнем, Он тот, который очищает. Люди, облеченные в божественной доспехе, эти люди, которые они не боятся, они двигаются вперед. это люди, которые посвящены Богу, исполнены Святым Духом. Как хотелось бы, чтобы в эти дни мы могли увидеть то, что этот мир, он в таком плотном демоническом кольце. Но есть люди, которые должны пройти через огонь, быть исполнены Святым Духом. сейчас на молитве, почему я вспомнил 2004 год, март месяц, вот сегодня, вообще, в последнее время почему-то мы стали при общении очень часто вспоминать эти события. Когда прошел энкаунтер, мы сидели в холле с братьями и о многих вещах мы делились, рассуждали, и вдруг это вот просто как искра, она вот зажглась, и мы все уже не могли в другом русле, как начинали просто говорить о том, что Господь совершал, то, что Он делал, о Его движении. Сегодня, может быть, мы как-то отошли, как-то, может быть, даже позрослели, даже как-то вот в какой-то степени на некоторые вещи мы так смотрим, что, может быть, и не стоило их допускать, а вот внутренне ты начинаешь понимать, что те моменты, то, что Бог сделал с церковью, это был взрыв для церкви, это было такое движение, я несколько вещей просто вот, просто был очевиден, это не нужно тебе какие-то вещи было демонстрировать, больше присутствия наполняло помещение, кто вот помнит это, вот кто вот помнит, вот вы помните эти, как Бог, Он просто двигался, Он наполнял, Ты мог просто спрятаться куда-то, залезть под лавку, просто исчезнуть, это не, не уменьшало Божьего присутствия, Он двигался, можно было просто часами сидеть и наслаждаться, не потому, что какое-то пение шло, или шла молитва, а просто находиться в этом состоянии, не было вот этого напряжения, что куда-то нужно идти, время переставало существовать на тот момент. Я откровенно вам скажу, иногда с большой тоской спать, это не то, что там может быть забудется эти вещи, это то, что перевернуло меня, и я стал совершенно по-другому смотреть на многие вещи до сегодняшнего дня. Может быть, такого больше не будет, как это было, но я знаю, что-то должно быть, что Божье присутствие должно сопровождать нас, верующих. Это должно быть. Как-то Рома поделился, он говорит, что на одном из этих служений я вот не помню, потому что столько было моментов, которые мы не можем их даже как-то вот, но когда один какой-то фрагмент расскажет другой, он говорит, вся церковь, она просто была в Божьем присутствии, мы находились, кто на полу лежал, кто на коленях, кто как, и говорит, я когда поднялся, я, говорит, увидел мальчика, который стоял с микрофоном и призывал на покаяние, и люди выходили на покаяние, да, это так было. Это подчеркивает, что Дух Святой, его работа была, была такая вера, вот, не было вообще сомнений, даже не знаешь, как это назвать, вера или что, но в Божьем присутствии были такие вещи, что ты говорил, и оно совершалось прям, моментом совершалось. Я помню, одна девочка пришла, она сама с баптистской семьи, и она дочь одной женщины, она Билдер, это женщина, и когда она пришла, ей было 15 лет, ее кто-то привел, и во время молитвы, шла молитва, или пение в этот момент было, и мы стояли, Божье присутствие так сильно было ощутимо, и ко мне подходит одна сестра и говорит, что вот эта девочка, она спрашивает, почему вот на этом месте в церкви стоит дым? Я говорю, а ты видишь этот дым? Она говорит, нет, я говорю, я тоже не вижу, интересно, как она, откуда этот дым? Мы его не видим. Я спросил еще одного человека, ты видишь тут дым? Он говорит, нет. Я подошел к этой девочке, ей или 15 было, лет или 16, вот. Я говорю, где это дым? Она говорит, вот на этом месте, если кто помнит, церковь Норсайд Баптист Черч, там по центру был такой круглый стол, он раздвигался. Его на то время мы убирали, и она показала именно то место, что она говорит, я там вижу. Мы снова переглянулись, этого не видели. Я ей говорю, ты пойди, покажи, где это. И она пошла. И когда она дошла до центра, сила Божия настолько сильно сошла на нее, что ее отбросила в сторону, она упала. Вы знаете, эти вещи тогда происходили, мы к ним относились не то, что к чему-то странному, а как бы естественным вещам. Мы даже не знали, откуда она и что. Она была американкой. Но вы знаете, когда она поднялась, она говорила на иных языках, она славила Бога. Исцеление происходили на служении, как мы не молились за людей, не говорили, надо верить, верить, Господь вас сейчас исцелит. Люди получали исцеление, выходили, свидетельствовали о Божьей славе, что Бог сделал, что во время прославления вдруг боль ушла, вдруг они почувствовали изменения в теле. Вы знаете, об одном я сейчас прошу Господа, что не то, что там вернулись те годы, а о том, чтобы Дух Святой, как Он хочет, чтобы сошел это место. Вы знаете, я в деталях помню, как все началось, вот в деталях помню. Я не знаю, почему я в эти воспоминания пошел, но так помнится мне, как одна сестра позвонила мне и говорит, тут девочка. Была 40-часовая молитва у нас в офисе по 99-м улице, где мы имели офис. Она говорит, тут девочка. уже стоит больше двух часов с поднятыми руками и говорит, что-то ненормальное. Мы не знаем, как ее, ну, успокоить. Я говорю, я сейчас подъеду. Когда я приехал, ее не восприняли нормально, эту девочку, что это нормально, а ее в тот момент восприняли, что это как бы ненормально. Я подошел к ней, как сейчас помню, я взял ее за руки, опустил руки, руки опустились у нее. Но через время они снова поднялись. Я попросил, чтобы ее могли провести в офис, и мы туда зашли, положили ее на диван, и Божье присутствие так наполнило комнату. Я посмотрел, кто там находился, и все встали на колени, никто никого не заставлял, никто не говорил, но молитва пошла. Это было ночью, с субботы на воскресенье, когда мы спустились вниз, стали молиться, через время я услышал, что-то происходит, я открываю глаза, началось такое движение во время молитвы, Дух Святой стал так сильно двигаться, и мы забыли о времени. Вообще время потерялось, то есть люди, приходя на молитву, они уже не уходили через два часа, когда их молитвенное время заканчивалось, они оставались, и так было до утра. Утром я уже уходил, потому что я знал, что на час 30 у нас собрание, и уже людей я не мог заставить, чтобы они пошли домой и приготовились к служению, люди оставались в молитве. во вторник, во вторник, когда мы собрались и начали свидетельствовать, просто свидетельства пошли, и после свидетельств, это были свидетельства такие, что не просто человек говорит, и как-то вот ты слушаешь его, ну хорошо сказал, но ощутимо Божья сила сходила через слова, свидетельств людей. Были простые вещи, люди говорили, но это пронизывало тебя. И мы стали благодарить Бога в конце, и я вот тоже недавно узнал об этом, что когда мы говорили, Дима, он поделился, он говорит, что за несколько, Дима Кровец, он говорит, за несколько дней вот до этих событий он видел, как елей над церковью рог с елеем и из рога елей полился, и он наполнил церковь. Вы знаете, всегда елей это был символ Божьего присутствия, Божьей силы, Духа Святого. Вот в этот вечер вроде бы просто была молитва благодарения, я стоял на платформе, шла молитва, и я в молитве ощутил, что кто-то подошел ко мне и возложил руки и стал за меня молиться, я не знаю, я не открывал глазам, я не смотрел, кто эти люди были, но когда я посмотрел вверх, если кто помнит, у нас был купол такой в церкви, деревянный там, то я не увидел купола, это был, это уже был вечер, и было темно, но я не увидел купола, было так светло, и оттуда такой огненный столб, он опускался, и я еще подумал, куда этот огонь, он сходит, и он прямо опустился на меня, мне казалось, что я через короткое время, ну, я поднялся, я смотрю, я никого не вижу, кто стоял на коленях, кто-то лежал на полу, кто где был, я стал присматриваться, кто-то плакал возле меня, я посмотрел, были ступеньки, и Миша Михалец был на этих ступеньках, он сокрушался, кто-то еще там в коридоре сокрушался, плакал, и такое сокрушение пришло, такое покаяние было, вы знаете, не нужно было заставлять, не нужно было говорить, ну, в Божьем присутствии, вот этот вот свет, он сразу высветил все эти вещи, и уже в субботу я узнал, что братья, которые тогда молились, и подошли ко мне, возложили руки, вот, и один из братьев сказал, что огонь Духа Святого, пусть сойдет сейчас, и вы знаете, а я в этот момент прям видел, как конкретно он сходит, этот огонь, дорогая церковь, может быть, я странные вещи говорю, может быть, это не входит в наш разум, я вообще-то странный человек, с тех пор, как стал крещен Духом Святым, я вам откровенно скажу, у меня странностей много, странности в том плане, что приходилось занимать позицию, как я чувствую внутри, и это было не совсем благородная позиция, но и сегодня я делюсь с вами не с тем, чтобы уйти вот в воспоминания, а с тем, чтобы мы могли взыскать Господа, чтобы на этом месте, когда мы приходим, мы просто наполнились его атмосферой, люди, которые сегодня пришли с нуждами, они должны уйти, чтобы эти нужды были восполнены, я помню, как подошел к одной сестре, она говорит, что у меня аллергия, и вы знаете, не было такого, чтобы учение провести об исцелении, просто в этот момент пришло слово, короткое, я видел, как на следующем собрании, эта сестра говорит, что с того момента аллергии не стало, я помню девочку с Эйлома, она приехала, она пережила крещение Духом Святым, и у нее были проблемы с ногами, она не молилась об исцелении, но в тот момент она вышла и сказала, Господь крестил меня Духом Святым, и еще, Он исцелил полностью мои ноги, вы знаете, такие вещи происходили, я знаю, что многие могут поделиться о том, что Бог делал, что Он совершал, но я это сегодня делюсь с вами о том, что Дух Святой, Его среда обитания, это мы, когда мы собираемся, когда мы жаждем Его, когда мы Его хотим, дорогая церковь, в завершении я бы хотел, чтобы мы не были пассивными к тому, кто есть в нас, это Дух Святой, Дух Святой, я просто знаю, что за то время, это 2004 год, 2004 год, был такой прорыв в этой церкви, нас отправили в здание, которое мы тогда ориентовали, нам сказали, чтобы мы нашли другое помещение, у нас не было больших возможностей, но в этот момент, вот это вот здание, в которое мы сейчас собираемся, оно вышло на продажу, мы приехали сюда, посмотрели его, я вам откровенно скажу, у нас не было вообще запасов, каких-то средств, они сказали, 3,5 миллиона мы хотим за это помещение, это был баскетбольный, такой вот спортивный комплекс, мы вышли, нас было несколько человек, братьев, посмотрели, 3,5 миллиона, откуда такие деньги у нас, но вы знаете, вот в той атмосфере, в которой мы находились, вы знаете, сомнения не было, что мы его должны приобрести, не знали как, но должны, нам нужно было собрать, на этот, down payment, 700 тысяч надо было собрать, за 3 месяца, мы эту сумму собрали, за 3 месяца, вы представляете, чтобы нам банк дал заем, нам нужно было внести такую сумму, это отдельная история, но видно было, как Бог вел все, это такой был прорыв в этот момент, такой был прорыв, в то же самое время, мы приобрели здание, эта школа была в Рейнире, сегодня эта школа используется, там революционный центр, я просто сейчас, к чему это говорю, что в Божьем присутствии ничего нету невозможного, мы можем напрягаться, мы можем что-то, но когда приходит Его присутствие, приходит вера, приходит откровение, дерзновение, и Бог начинает совершать, давайте мы сегодня вспомним, как уже было сказано, сколько милости Бог вел в нашей жизни, и давайте мы увидим, что мы немощны, чтобы Его сила пребывала в нас, давайте мы встанем сейчас, я бы хотел, чтобы мы поблагодарили нашего Господа, Он достоин всей славы, на этом месте, если кто-то достоин, только Он, нету другого, кто бы был бы так превознесен, как наш Господь Иисус, давайте мы возвеличим Его Святое Имя, дорогая Церковь, не стесняйтесь, когда нужно поднимать руки, не стесняйтесь говорить громко, что Господь велик, и Он достоин славы, не стесняйтесь провозглашать Его Имя, вы свидетели Его, мы Его свидетели, мы те люди, которые исполнены Святым Духом, мы свидетели нашего Господа, Иисуса Христа, Аллилуйя, Аллилуйя, О, Аллилуйя, О, мы благодарны Тебе, Иисус наш, О, вся слава и честь Тебе, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя,